Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня срочная новость. Почему срочная? Потому что времени очень-очень мало для тех, кто давненько не заходил в игру. Буквально на очень-очень короткое время выложили на продажу Ягдтигра 8.8. Вот этого вот красавца. Мне машинка, честно говоря, очень сильно нравится. Что же касается того, как выглядит предложение, андо индивидуальное. Но у меня в индивидуалках показывают только те предложения, которые исключительно за голду. Соответственно, смешанное предложение голда и реалмани, либо исключительно реалмани, у меня не отображается в Wargaming Game Center. Поэтому пользуюсь скриншотами с портативного устройства. Итак, ребят, вот так выглядит предложение, которое есть в индивидуалках. Оно есть не у всех, безусловно. Но если вдруг у вас оно есть и вы хотите понять, стоит ли вам тратить голду, тогда это видео однозначно для вас. Итак, предлагают Ягдтигра 8.8 за 5500 голды или за, я посчитал в переводе, 12 баксов. Что это значит? Это значит, что в целом за 5500 голды брать гораздо выгоднее. Потому что за 12 баксов можно при нормальном донате, если донатить, как я считал, приблизительно по 1000 голды за 1 доллар, получается, что за реалмани, ну, выходит в 2 раза дороже. Поэтому, ребят, если и покупать, то однозначно покупать только за голду. Что же касается разницы между предложениями, то разницы между предложениями нет. Как видите, за 5500 голды идет 500 серебром, ну, 1000 серебра, идет 15х5, идут бустерочки, идет открытое все оборудование и слот в ангаре. Вся та же самая дребедень, как вы видите, есть и в предложении за 12 баксов. Поэтому, ребятки, смысла платить в реалмани я не вижу ровным счетом никакого. Что же касается самой машины. Я лично эту машинку очень сильно люблю, но выкатываю очень редко. Почему люблю? Потому что, если вы зайдете в характеристики по данной машинке, вы увидите по пушечке очень-очень приятные показатели по стрельбе. Меньше 6 секунд. Ну, будем говорить, окей, хорошо. 6 секунд время перезарядки. При этом альфа в 350 на 8 уровне, которой могут иногда похвастаться некоторые машины. Да, пускай там средние танки, но 10 уровня, допустим. Поэтому, ребятки, скажу вам так. 350 альфы, натянутые на 6 секунд перезарядки, дают вам просто шикарный ДПМ в 3500 урона в минуту. При этом, ребят, это, ребят, 8 уровень. Напомню еще раз. Время сведения, я бы сказал, крайне комфортное. Мне всегда его хватало. Иногда, конечно, бывают моменты, но в основном, ребят, мне его хватало всегда. А что касается разброса, он просто-таки божеский. Меньше, чем 0.3. Играть очень приятно. Углы склонения вниз минус 7. Они не сильно хорошие, но обоснованные тем, что для ПТшки у Ягдтигра 8.8 довольно-таки неплохое бронирование. Ну что, ребят, сейчас я посмотрю, чтобы я, не дай бог, не запрыгивал в гравитацию, как это один раз у меня случайно было. И побежали в бой, посмотрим, что Ягдтигр может на самом деле в бою. Если вы за честные обзоры подписывайтесь на мой канал, я гарантирую вам исключительно честное мнение о машинах. Средними руками я не 70% скилловый игрок, я обычный игрок, который просто играет в танки. И я знаю, что такое купить машину по рекомендации именитого ютюбера, который, расхваливая машину, делая нарезки из кучи боев, говоря о том, что машина просто имба, уговаривал, по сути, меня приобрести данную машину. Я ее брал, и в моих средних руках, к сожалению, она не играла теми великолепными красками, которыми она играла у него. Соответственно, я бы не хотел, чтобы вы наступали на эти грабли, чтобы вы расстраивались из-за того, что вы приобрели что-то вам ненужное. Ну, а если вы, соответственно, за честные обзоры и хотите знать, как машина будет кататься в ваших, ну, средних руках, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал по вот этому желтому шильдику в правом нижнем углу, я вам буду безумно благодарен. Что же касается Ягдтигра, я бы сказал, что ПТшечка, безусловно, на любителя. По одной простой причине, потому что, допустим, перекинуться с направления на направление вам будет, ну, в край сложно, потому что подвижностью данной машинки, я бы сказал, не блещет абсолютно. Но зато, ребят, при этом, очень часто она ловит непробитие. Она держит довольно-таки неплохо удар порой, если вы не будете поворачиваться бортом, как говорится, будет вам счастье. Отыгрывать от башни, ну, не от башни, окей, хорошо, от неровности, да, башни у нас нет, по привычке сказанул. Так вот, ребят, отыгрывать вот в такой вот, в какой-то позиции на Яге довольно-таки, ну, удобно до тех пор, пока, безусловно, хватает ваших углов склонения. Если же ваших углов склонения не хватает, ну, тогда надейтесь на свою броню, которая, как я уже сказал, как для ПТшки есть. То есть, безусловно, это не тяжелый танк и рассчитывает на то, что на этой машине вы прям будете держать удар, как какой-нибудь прям очень хороший, не знаю, там, тяжик типа клинка, допустим, на 10 уровне. Нет, ребят, не настолько все будет клево, но на что вы можете рассчитывать? Вы можете рассчитывать на очень хорошее время сведения, как видите, я после выстрела уже свелся, на шикарную точность орудия и на довольно плохое, ой, простите, на довольно неплохой ДПМ и, соответственно, на довольно неплохую Альфу. Мне этим машинка всегда и нравилась. То есть, в принципе, если вы занимаете где-нибудь позицию на дальнем расстоянии, вы вполне спокойно отыгрываете, вы вполне спокойно накидываете урона все больше и больше и ведете так называемый будуражащий огонь по противнику. Так, сейчас там все проскакивают за холмом, наших потихоньку разобрали, сейчас ребята будут пытаться агрессивно атаковать, ну, а мы будем пытаться их выцеливать. Для этого, в принципе, Яга 8.8 предназначена в бою, она не предназначена для того, чтобы ехать и пробивать какое-то направление вместе с кем-то. Ни в коем случае не пытайтесь этого делать, лучше отстойтесь где-нибудь на дальничке, постойте себе спокойненько, подбрасывайте. Сейчас я три раза косанул, это моя ошибка, ошибка не танчика, я порой допускаю ошибки в бою, безусловно. Ну, все надеялся, что я все-таки по конкуайеру успею отбросить, но в целом, ребят, я могу себе найти другую жертву, в которую отбрасывать, и эта жертва будет очень сильно расстраиваться из-за того, что происходит, потому что, ну, просто противник порой не успевает нормально уехать для того, чтобы не отхватывать от Яги. Так, ну что, давай, покажись, браток с ноготок, обожаю точность этого орудия, вот этот супер, не супер, абсолютно не супер, просто конкуайер. Что-то я, ребят, с утра заговариваю, простите меня, пожалуйста, за те ошибки, которые я допускаю, но думаю, что основную суть вы улавливаете. Давайте посмотрим теперь на нашу тушу. Смотрите, да, безусловно, что-то у нас пробито, у нас пробит нижний бронелист, верхний бронелист пробит девяткой, здесь я абсолютно не удивлен, что касается бортов, как я уже говорил, борта картон, поэтому борта не подставляйте. Но в целом, я больше чем уверен, что свое достойное место в этом бою по количеству нанесенного урона я занял. Сейчас посмотрим до конца бой, ну и, соответственно, заценим результаты, закинемся еще в одну каточку. Итак, друзья мои, бой закончился, 2500 нанесенного урона, один уничтоженный товарищ, и это далеко не все, на что Ягдтигр 8.8 способен в бою. Что касается фарма, за этот проигрышный бой, с учетом активированного према, вы видите, 50,5 тысяч серебром, ну либо 28 без учета прем аккаунта. Что же касается нашего места в команде по урону, достойное второе место, я считаю, что довольно-таки неплохо. Я, по крайней мере, сделал все, что мог для того, чтобы победить. Как я уже говорил, машинка не предназначена для того, чтобы лезть в драку прям в прямую, но, соответственно, вам необходимо быть готовым к тому, что геймплей на данной машине, он больше затесан под то, чтобы вы стояли где-нибудь в кустиках, где-нибудь на дальничке и отбрасывали сверхточным орудием с шикарным временем перезарядки и шикарным временем сведения. Поэтому, ребят, я бы рекомендовал данную машину рассматривать исключительно вот таким вот товарищам, которые любят кустарную игру, которые любят поиграть в снайпера, ну и, соответственно, для них эта машина будет находкой. Для тех, ребят, которые, ну, горячий нрав имеют, я, честно говоря, к ним и отношусь, то вам эта машинка не сильно зайдет по одной простой причине, потому что вас будет тянуть постоянно куда-нибудь вместе со всеми в драку, а данная машинка вам этого особо позволять не будет. Поэтому, ребятушки, думайте, подходит ли вам такой геймплей, который предлагает данная машина перед тем, как ее приобретать. В любом случае, за 5500 голды 8-го левела, я бы сказал, очень хорошая ПТшечка в своем классе. Это очень-очень приемлемое и очень-очень приятное предложение. Я бы рекомендовал вам к нему присмотреться. Да, я, конечно, понимаю, что близится черное... Ой, господи. Сегодня действительно утро у меня пошло как-то совсем не так. Так, близится новогодний аукцион, и, соответственно, в новогоднем аукционе вы рассчитываете приобрести себе что-нибудь приятное, что-нибудь годное. Это понятно. Но, ребят, хорошие предложения бывают не только на новогодних аукционах и не только на Черные Пятницы. Иногда эти годные предложения выкидываются в игру вот такими вот индивидуальными предложениями, которые действительно стоят того, чтобы их рассматривать. Так, вот здесь я, конечно, начинаю тупить. Надо было мне немножко постоять, подождать, пока товарища подсветит. Но, ладно. Отхватил, да и отхватил. Половину своего ХП я уже слил. Значит, надо быть немножко поаккуратней. Попытаться. Ну, и попытаюсь тогда перекатиться в другую сторону. Попытаюсь что-то здесь сделать. Но мне, честно говоря, вот то, что происходит сейчас в бою, нравится все меньше и меньше. Я смотрю, что наши ребята стоят. И, как я понимаю, в принципе, ничего и не планируют делать с тем, что происходит сейчас. Против девятого левела мне потанцевать, безусловно, будет немножко сложновато. Или совсем сложновато. Возможно, меня даже сейчас сольют, и я уйду из боя вообще не нанеся никакого урона. Но, значит, так и будет. Ну, вот то, что я вам и говорил, что, в принципе, не исключено, что меня сейчас просто вынесут, но на этом все закончится. Тогда досматриваем этот бой, прыгаем в следующую катку, потому что данная была, ну, прям совсем не показательная. Против девятки противопоставить, безусловно, данной ПТшке нечего. Итак, ну что, братцы, на результаты смотреть не буду, потому что результатов, как таковых, нет. Просто берем, запрыгиваем в следующую катку и смотрим, получится ли что-нибудь годное сделать уже в следующем бою. Ребят, многие напишут в комментариях по поводу того, что мне необходимо научиться играть, по поводу того, что я там что-то неправильно делаю. Первое, что хочется сказать, ради чистоты обзоров на танки я не вырезаю со своих видео абсолютно ничего, потому что такие бои тоже случаются. И поверьте, играть я умею, я в танки играю уже 8 лет. Так вот, ребятушки, то, что у меня бывают фейловые бои, это нормально, это естественно, и у вас они тоже будут. В том числе и на Ягтигре 8.8, и вообще на любой другой машине. Я, честно говоря, знаю крайне мало игроков, которые прям все 100% боев отыгрывают шикарно, там, с победами, и имеют статистику побед 99,9, и один раз они проиграли, когда у них интернет отключили. Будем говорить откровенно, танки игра непредсказуемая, если вам не повезло куда-то заехать, если вам с самого начала боя не повезло, допустим, там, занять правильную позицию, или во время того, как вы перекатывались, вы отхватили в бортину и отхватили на половину хп, то дальше, какой бы вы ни были супер козырный игрок, особо долго вы дальше в бою не продержитесь, как правило. Поэтому, ребят, перед тем, как бросаться фекалиями, примерьтесь на себя, действительно ли вы все 100% боев отыгрываете, ну, прям с шикарным результатом. Что же касается моих видосов, я стремлюсь к тому, чтобы показывать машины такими, какие они есть на самом деле, и такие бои тоже случаются, соответственно, я не собираюсь их вырезать, для того, чтобы ребята, которые пытаются принять для себя решение, насколько годная или негодная машина в средних руках, могли, ну, по крайней мере, по моим видео заценить. Мне почему-то кажется, что если вы будете смотреть каких-нибудь товарищей, которые будут вам показывать машины исключительно во всей их красе, ну, не дадут вам полного понимания, сможете ли вы на этих машинах нормально отыгрывать. Так, ну, давайте постоим здесь, попытаемся здесь как-нибудь попытэшить, не знаю, честно говоря, что с этого получится, но что-то получится однозначно должно. Косанул немножко, но, заметьте, уже успел перезарядиться. Отваливаем однозначно, ну, и вот, пожалуйста, получил на орехи от К-70, но, в принципе, КПЗ-70 славится хорошим уроном, хотя и долгой перезарядкой. Ну, и, как я уже говорил, против девяток, да и тем более, как вы видите, в нижний бронелист, особенно какого-то годного толкового противопоставить ты ничего не сможешь. Так, ну, давайте вылазьте, вылазьте по чуть-чуть, или будете с захватом побеждать. Катаются ребята за домами, грамотно все делают, вопросов нет. За это время двоих наших уже слили, но сейчас кто-то в прорыв да пойдет однозначно. Мне спускаться, как бы, вариантов нет, потому что спускаться с горки, в принципе, спускаться сразу в ангар для меня, поэтому буду отстаиваться здесь, будем пытаться караулить, будем работать настоящими снайперами. Обожаю, обожаю точность этой пушки, просто шикандос, реально, вот, чувствуешь себя каким-то супер-чуваком, когда вот так вот можешь стоять, отбрасывать, главное, чтобы тебя в это время не бросали. Как произошло это сейчас. Я думал, честно говоря, что я спрятался. Нет, я ошибался. Ладно, ребятки, четвертую катку делать бессмысленно, я думаю, что основную суть вы все прокусили. Не подставляйте борта, не подставляйтесь под девятки и не подставляйте свой нижний бронелист, будем вам счастье. Отыгрывать на данной машинке, как я уже говорил, на дальних расстояниях, ну, один сплошной кайф, потому что время перезарядки, альфа, ну, суммарный ДПМ, бешеная просто-таки, ребят, бешеная точность, это все огромные-огромные плюсы данной ПТшки. Но минусы данной ПТшки, безусловно, не такая классная броня, как у Тортоиза, как это сейчас показывает игра, но хотя, поверьте, по сравнению с другими ПТ, у данной машины броня есть. И, безусловно, я бы не сказал существенным минусом, ну, давайте уже найдем минусы хоть какие-то в этой ПТшке, является то, что она не сильно подвижная. Хотя, как вы видите, доезжать до какой-то позиции, занимать ее, у вас, в принципе, времени будет хватать. Я не хочу досматривать данный бой, потому что мне кажется, что это стояло будет очень долгим, поэтому мне ничего не остается, кроме как пожелать вам всего-всего самого-самого хорошего, главное, мира и спокойствия. На данный момент у меня все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»